Привет, зрители! Очень много людей просило снять обзорчик на этот компрессор. Значит, Hyundai Super Silent 18224 модель. Есть такой же синий, у него там другие циферки, можете погуглить. Тоже называется Hyundai Super Silent. 24 литра, 8 атмосфер, очень нормальный такой по размеру компрессор на колесиках. Достаточно легкий, удобный. До этого у меня был фубак, ну точнее он есть, мы им работаем, но он очень шумный. Решили купить второй запасной компрессор. Соответственно, сейчас я вам покажу, как он работает и что я к нему купил. Буду разговаривать и, соответственно, слушайте. Вот. Вот так он гудит. Единственное, что вибрация по полу идет, по звуку, ну вообще, тише пылесоса. У меня чайник, наверное, громче трактит, чем этот компрессор. Соответственно, вот пока он трактит, я буду с вами разговаривать. Вот послушайте, насколько он абсолютно тихий. Значит, это у меня набор от FUBUGA. Здесь очень хороший, такой мягкий, достаточно мягкий вот этот вот шланг. И родные, соответственно, пистолет фубаговский. Такой вот он прикольный. И качалка. Качалка, тоже прорезиненный корпус. Вот такой вот он у нас пистолетик. Насадку мы поменяли. Насадка итальянская стоит. Про нее есть отдельное видео. Можете поискать, погуглить, посмотреть, что это за насадка стоит 1000 рублей. Вот эта пимпочка. Дальше, соответственно, поскольку у Hyundai не идет в комплекте ничего, кроме вот самого компрессора, я отдельно заказывал, соответственно, шланги. Вот этот Z-Trek стоит что-то 240, что ли, рублей. Ну, короче, 200 рублей с небольшим стоит вот этот шланг. Шланг прям вообще дубовый-дубовый. То есть вот этот мягенький, эластичный. Мы его уже, получается, 3-4 года волохаем по полу, по асфальту. Он несколько раз вот в этом месте рвался. Просто отрезаешь и насаживаешь заново. Вот этот Z-Trek, он как бы немножечко жестковат. Здесь получается 5 метров. Вот это у нас красный шланг. Вот такой вот. В квантоэлементе 15 метров. Стоит 400 рублей за 15 метров уже. Здесь немножечко помягче. Ну и такое чувство, что он немножечко потоньше. То есть идея такая. Я хочу компрессор поставить куда-нибудь подальше и к нему подключиться длинным шлангом. Но еще у компрессора вообще два выхода. То есть может быть даже два шланга подключу. В общем, будем экспериментировать. Дальше пистолетик. Вот такой DECO. По-моему, 250 рублей. С длинной насадкой. На фотографии он выглядел просто космически. Офигенно в жизни. Это, конечно, реально хлам. Вот этот крок болтается. Все такое дубовое. Все такое фиговое. Ну как бы за 250 рублей нам все равно продувать. Нам как бы понты не нужны. И дальше качалка. Вот эта качалка стоит 600 рублей. Она идет с насадкой. О, сбросил давление. То есть слышите разницу в том, как он гудел и в том, как он не гудит. То есть он очень тихий. Очень тихий. Для мастерской вообще идеальный вариант. То есть в квартире можно спокойно пользоваться именно вот этим компрессором. Ну вот. И значит получается вот эта штука. Это, я так понимаю, на больших грузах качать покрышки. Попробуем качать на велосипеде. Если не получится, то просто отрежем этот шланг и купим, соответственно, насадку. Либо итальянскую, либо какую-нибудь китайскую. Прикольно. Сейчас я все это буду подключать. Все это буду тестировать. Ну и смотреть, насколько это нормально, ненормально. Держит давление, не держит давление и так далее. И вам, соответственно, тоже покажу. Интересно, вы слышите, как котел работает? Как горит пламя в горелке? Итак, сейчас я буду пшикать. В какой-то момент он включится, опять затрахтит. И мы сравним, насколько он громко работает. При том, что я нахожусь в полуметре от компрессора, в замкнутом пространстве, в котельной. Соответственно, здесь, как бы, получается, шум идет больше. Подключил я вот этот пистолетик. Вот. Мне не нравится, как у него болтается вот этот курочек. По идее, надо высверливать заклепку, подкладывать тут шайбочки и так далее. Офигеть, давление. Блин, ну мощный. Чем длиннее сопла, я так понимаю, тем мощнее. Для продувки запчастей вообще отличный вариант. Единственное, что он, конечно, очень маленький. Вот этот выступ неудобный. Не могу посоветовать этот пистолетик, потому что он просто мне не нравится. Вот этот как-то получше. У него ручка побольше. Он лежит в руке. Смотрите, насколько он больше по размеру. Вот. То есть, лучше брать побольше. Вот этот что-то как-то маловато. Но, в принципе, для своих целей он подойдет. Вот. И вот эта штука, соответственно, тоже. Да. Почему-то с той стороны у нас получается всегда циферблат. Можно, в принципе, открутить. Он здесь на красном фиксаторе. Можно, наверное, открутить, как-то перевернуть. Давайте тоже пшикнем. Так. А он у нас не пшикает, потому что давление перешло вот сюда. Сейчас мне по пальцу интересно. Фиганет. В общем, давление держит. То есть, у нас получается, давление переходит. О, видите, сколько у нас компрессора. И сейчас получается 7,5. 7. И сейчас мы это давление сбросим. То есть, герметичность даже самые дешевые пистолетики держит. Так. Давайте чуть-чуть продуем, чтобы у нас пошел опять звук от компрессора. Посмотрим, как он громко будет шуметь. То есть, пистолет. Вот это звук пистолета, да? Насколько он громкий. И вот включился компрессор. То есть, вообще... Вообще, абсолютно бесшумный. То есть, ну, просто чуть-чуть тарахтит. То есть, мне очень понравился. Здесь есть, соответственно, сброс воздуха. Здесь есть снизу фигня, чтобы сливать воду из бачка, если там выпадает конденсат. В общем, прикольная штука. Очень хорошо и тихо работает. Уп! Вот, сбросился в воздух. То есть, в принципе, как бы, я думаю, что даже для домашней мастерской он подойдет.